Сегодня мы представляем картину удивительную, картину, которая называется Борис Будунов, режиссера Владимира Мирзуева. И мы можем считать его нашим соотечественником, потому что он очень долгое время жил в городе Торонто. Сейчас этот режиссер вернулся в Москву. Он известный очень во всем мире театральный режиссер. И вы увидите эту картину, и вы поймете, и вы почувствуете, что этот человек близок к теату. И этот фильм представят две очень красивые, замечательные актрисы российские. Это Татьяна Лютаева и Агния Диткопскиды. Они мать и дочь. И эти две красивые женщины представят этот фильм для вас. Татьяна Лютаева и Агния Диткопскиды. Агния сыграла удивительную роль в этом фильме. Не каждая актриса может делать. Она сыграла Марию Мнишек. И Татьяна Лютаева сыграла очень интересную роль в ее, может быть, не сразу знаете, хозяйке таверны. И вот они сейчас немного скажут об этом. Спасибо большое. Огромное счастье, что мы сегодня представляем эту картину в вашем замечательном городе. И мы с Агнией впервые в Канаде, в Торонто. Удивлены тем, какой интерес представляет российское кино. Удивлены тем, какой подбор фильмов на фестивале. Потому что редкие фестивали российские, может собрать такое серьезное кино. С Володей Мирзоевым нас связывают долгие творческие и дружеские отношения. В 95-м году, когда мы жили еще в Литве, я работала в Русском драматическом театре. Он приезжал и ставил спектакль «Украшение астроптивы», где я играла Екатерину. Только потом он поставил этот спектакль в Москве. Потом еще приезжал Тартюф, я играла Эльмиру. И когда мы переехали в Москву 10 лет назад, мы уже подключили Агнию. Володя подключил Агнию. И в «Знаках любви», где я тоже снималась, она сыграла первую свою роль. И сейчас практически в каждом кино. У меня здесь маленькая роль, но я чувствую себя всегда приобщенной к Володину фильмам. Всегда он мне находит какое-то место у себя в кино. У нас есть общий спектакль с Агнией, еще у Владимира Мерзуева «Дракон» по Шварцу, Евгению Шварцу, где Агния играет Эльзу, а я играю третью голову «Дракона». Это невероятно. Агния сама расскажет про себя. И я хочу поблагодарить вас и пожелать вам хорошего просмотра. Спасибо. Агния. Добрый вечер. Ну, долго я про себя рассказывать ничего не буду. Я думаю, вы увидите в ком-сталу мою небольшую работу в этом фильме. Эта картина очень дорога и близка. И режиссер Владимир Владимирович Мерзуев. Я его безумно люблю. И люблю его творчество. И с детства. Поэтому я не буду долго говорить. Я хочу пожелать вам приятного просмотра. Сказать спасибо за то, что вы пришли. Потому что погода у вас очень хорошая. И вряд ли приятно здесь сидеть в таком холодном зале. Но надеюсь, что кино вас согреет. Так что фильм достаточно тяжелый. Поэтому будьте готовы. Я знаю, что Володя подготовил приветственную речь. Поэтому мы так не углублялись и не говорили вообще часами, как мы умеем, о кино, которое вам предстоит увидеть. Поэтому сейчас вы еще услышите приветствие Владимира Мерзуева. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Перед просмотром вами нашего фильма хочу сказать два слова. Но не столько про наш проект, сколько про пьесу Пушкина, которая лежит в его основе. Пьеса Борис Годунов была написана в 25-м году. Последние изменения внесены в 26-м. Что это были за изменения? Была изменена последняя строчка пьесы. Строчка эта звучала так изначально. Да здравствует царь Дмитрий Иоаннович. То есть, да здравствует самозванец, пришедший в результате гражданской войны на место умершего от инсульта Бориса Годунова. Строчка эта была заменена на ремарку, знаменитую ремарку «Народ безмолвствует». Ремарка возникла по совету Дрога Пушкина, поэта Жуковского. По непроверенным слухам автором ремарки является сам цензор Николай I. Ну, видимо, царю хотелось, чтобы народ безмолвствовал, да, а не кричал «Король умер, да здравствует король». Проблемы, с которыми столкнулось пушкинское поколение, поколение декабристов, они через 200 лет актуальны для России. Это проблемы самодержавия, самовластия, ручного управления. То есть, это ситуация, когда один человек или узкий круг лиц принимает все принципиальные решения в огромной стране. Это ситуация, с которой уже 200 лет назад блестящие молодежь, интеллектуалы не могли мириться. Сейчас это тем более выглядит глуповато. Самодержавие не работает, самовластия, нерабочие моды. Это очевидно для всех, кроме руководства России. Поэтому актуальность нашего фильма, она связана вот с этой темой, с этим содержанием, а не с модернизацией фактур, декорацией костюмов. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok